Век учёные бились над тем, как могла одна маленькая речушка вымыть такую глубину. Гранд Каньон формировался подземными процессами, незаметными глазу. Сегодня новое открытие приводит к новым ответам. Учёные на пороге разгадки геологических процессов, которые сформировали это природное чудо света. Гранд Каньон. С точки зрения науки, дело о планете Земля. Гранд Каньон. Он такой огромный, что его можно увидеть из космоса. 445 километров в длину. 29 в ширину. И глубиной более полутора километров, Гранд Каньон – это самое глубокое ущелье на Земле. Его стены ответственно уходят вплоть к Земле. Река Колорадо обнажила 2 миллиарда лет истории нашей планеты, протекая здесь в течение 5 миллионов лет и размывая один геологический слой за другим. Первый человек прошёл здесь несколько тысяч лет назад. С тех пор каньон очень увеличился. Как он таким стал? Для коренных американцев эта Земля священна. Они веками почитали этот каньон. Каньон – это очень духовное и могущественное место. Согласно нашим легендам, мы все появились со дна каньона. Учёные, такие как геолог Джон Спенсер, считают каньон сокровищем и загадкой. Он просто поразителен. Здесь всё везде очень ровно, и можно, будучи в 50 метрах от края, сказать, что это довольно заурядное место. Но пройдя немного и посмотрев вниз, внезапно обнаружить перед собой огромный каньон. Скальные слои, из которых состоят стены каньона, формировались в течение тысяч миллионов лет. Чем глубже вы опускаетесь, тем дальше в прошлое вы попадаете. Наверху – новые скалы. На дне – старые. Гранд-каньон кажется перевёрнутым. Наверху – окаменелости с дна древнего моря. На дне – останки старого горного хребта. Карл Карлстром, профессор геологии из Университета Нью-Мехико, является экспертом по старейшим скалам каньона. Тем, что расположены глубже километра вниз. Они рассказывают, как выглядели юго-западные штаты 2 миллиарда лет назад. Мы заинтересованы в самой старой главе истории Большого каньона. А эти скалы настолько открыты для нас, что у нас есть возможность изучить самую раннюю историю Большого каньона. Эти скалы внизу – часть древнего горного хребта, который сейчас похоронен под тысячами метров скал. Они являются останками хребта, названного Вишну Шист – слой трансформировавшейся скалы возрастом 1,7 миллиарда лет. Человеческий глаз видит линию скал. Инструменты Карлстрома видят признаки горного хребта, который однажды возвышался на 11 километров. Его техника возвращает нас в прошлое. Его секрет в скальных минералах, которые меняют химический состав под давлением. Чем больше скал сверху, тем большее давление на скалу внизу. Из-за этого скальный минерал гранат получает больше кальция. Чем больше концентрация кальция в гранате, тем светлее он под микроскопом. И ученые сразу понимают, как глубоко залегала эта скала. Мы узнали, что эти камни были на очень большой глубине, под гигантским давлением, которое соответствует примерно 11 километрам скал над ними. Друзья Карлстрома помогли геологам воссоздать вид этой местности 1,7 миллиарда лет назад. Рон Блейки, профессор геологии Университета Северной Аризоны Флагстаг. Он изучает древние континенты и обнаружил, что Калифорния не всегда была частью западноамериканского побережья. Вероятно, береговая линия Северной Америки того периода была южнее Вайоминга, возможно, вдоль границы Вайоминга с Колорадо, и тянулась до района Верхнего озера, а потом к Канаде. Я бы сказал, что, возможно, лишь две трети Северной Америки сформировались к тому моменту. Горы Вишну тянулись по совсем другой местности. Юга Северной Америки, такого, каким мы знаем его сейчас, просто не существовало. Горы выселись прямо из океана вдоль древнего побережья. Впоследствии они стали частью североамериканского континента и сформировали основные скалы Большого каньона. Я думаю, это было похоже на поезд, потерпевший крушение, где каждая из этих цепочек островов была сдвинута к берегу. Острова, на которых были солидные горы, почти такой же высоты, как на Алиутских островах. На глубине 11 километров ниже вершин гор на этих островах камни получали характерные примеси кальция. Но горы над ними простояли недолго. Через примерно 500 миллионов лет эрозия стирала их, пока не остались лишь эти на дне, самый старый слой Большого каньона. Поднимаясь по склону каньона, мы продвигаемся вперед во времени. Каждый метр приближает нас к нынешнему времени. И у каждого периода своя история. В течение сотен миллионов лет Земля непрерывно меняла форму. Глубинные процессы заставляли континенты разрываться, сдвигаться и формировать новые. Глубокие впадины формируются в океанах. Уровень моря меняется и затапливает низины. Как минимум 8 отдельных морей образовались с тех пор, как эрозия стерла горы Вишну. Они простояли на Земле несколько миллионов лет и отступили. Доказательства здесь. Примерно в 700 метрах над современной рекой Колорадо и на более чем полтора километра ниже современного уровня моря. Это окаменелые раковины моллюсков, живших здесь около 100 миллионов лет назад. Море мелового периода тянулось от Канзаса на востоке до Невады на западе, от Мексики на юге до Арктики на севере. Это было мелководное море, которое покрывало большую часть континента. Морские существа опускались на дно и превращались в ископаемые в толстом слое серой грязи. Ученые называют его тропической сланцевой глиной. Уэйн ранее очарован этим районом богатыми ископаемыми. Они помогают ему понять историю этой местности. Это раковина моллюска, миллионы которых жили в этом мелководном море, покрывавшем внутреннюю часть Северной Америки около 80-90 миллионов лет назад. Моллюски жили в этом древнем море не одни. Оно кишело жизнью. Акулы, черепахи и аммониты тоже населяли его воды. Сегодня, когда эрозия постепенно стирает слой скал, появляются новые ископаемые. В 2005 году, примерно в 112 километрах от края каньона, палеонтологи нашли хорошо сохранившийся скелет плезиозавра, динозавроподобной рептилии, питавшейся рыбой. Мечта Дэвида Джилетта стала реальностью. Он главный палеонтолог в музее Флагстаффа в Северной Аризоне. Такому убежденному палеонтологу, как я, шанс найти скелет плезиозавра, вроде того, что мы нашли в сланцевой глине, выпадает раз в жизни. Плезиозавр, который передо мной собран только наполовину. Мы нашли только переднюю часть тела. Но это самое потрясающее зрелище, которое я только могу себе представить. Плезиозавр морская рептилия. В последний раз они встречались около 65 миллионов лет назад, когда на планете было страшное вымирание видов. Плезиозавр Джилетта гораздо старше. Он жил около 90 миллионов лет назад. Четкое доказательство того, что тогда эта местность была под водой. После море остаются огромные отложения грязи, песка и останков живых существ. Морские течения переносят все это пока оно не осядет. И со временем эти отложения становятся слоями осадочной скалы. Объясняет Ром Блэкки. Я сейчас вам покажу пример отложения. Здесь у меня стеклянный цилиндр с водой и осадком, большая часть которого песок. Я встряхну его. Тряска создаст энергию, песок перемешается с водой в цилиндре, а когда я его поставлю, энергия пропадет, и осадок быстро опустится. Давайте посмотрим, как это происходит. Как вы видите, крупные песчинки уже осели. Мелкие оседают. Сейчас уже большая часть песка осела. Но вода еще мутная, потому что в ней все еще есть мельчайшие частички. Но силу, прилагавшуюся к цилиндру, мы убрали. Так что и эти мельчайшие частички со временем осядут, чтобы образовать слой отложений. На этом примере видно, как образовывались осадочные слои Гранд Каньона. В течение времени стеклянный цилиндр много раз переворачивался. Моря возникали и пропадали, и теперь это все, что осталось. Миллионы за миллионами лет все это откладывалось и спрессовывалось, чтобы образовать слои скал. Скал, которые легли в основу Каньона. Но могущественные силы вели строительство еще и глубоко под землей. Силы, которые могли бы подбросить эти скалы на километр в воздух. Мы отправились в путешествие, чтобы выяснить, какие геологические процессы сформировали Гранд Каньон. Мы в меловом периоде, где плезиозавр охотился в мелких морях, которые покрывали район неподалеку от нынешнего Гранд Каньона. Моря образовывались и исчезали в этой местности миллионы лет, покрывая древние горы Вишну четырьмя километрами осадочной породы. Половину из них с тех пор размыло, и образовался современный каньон глубиной более полутора километров. Следующая значительная трансформация подбросит эти земли на несколько сотен метров в воздух. Глубоко под землей растет мощь огромных сил. Это одна из самых величайших сил на планете. Гигантская мощь сталкивающихся тектонических плит. В течение миллионов лет поверхность планеты менялась. Ученые объясняют этот процесс, используя теорию тектонических плит. Поверхность земли представляет собой набор огромных плит. Они плавают по мягкой пластичной части земной мантии. Внутреннее ядро земли может достигать 6500 градусов по Цельсию. Жар, исходящий от ядра, создает конвекционные потоки на следующем слое, нижней мантии, медленно передвигающие плиты по поверхности. Ученые называют это континентальным дрейфом. Со временем плиты двигаются, сталкиваются, образуя и переделывая наш мир. Ученые считают, что как раз перемещение тектонических плит и послужило причиной создания Большого каньона. Около 130 миллионов лет назад океаническая плита начала сталкиваться с западным краем с североамериканской. Океанические плиты толщиной в 50-100 километров находятся под водой. Они состоят из плотного базальта и начинают давить друг на друга. Континентальные плиты большей частью из гранита, и они легче. Океанические плиты пододвигаются под ними, когда сталкиваются. Поэтому, когда океаническая плита ударила более легкую североамериканскую, она начала двигаться под западное побережье Америки. Более 10 миллионов лет континентальная кора сжималась и уплотнялась. Пока океаническая плита уходила вниз, все западное побережье Америки медленно поднималось вверх. Пока земля поднималась, моря отступали, образуя сушу, которую мы можем видеть сегодня. Столкновение опустило части верхнего края континентальной плиты. Внизу она расплавлялась, и раскаленная пробивалась через кору. Так образовались скалистые горы на севере. На юге же хребет древнего кряжа Магаллон стал еще выше. Область, которая сейчас называется плато Колорадо, выросла более чем на километр, поднимая дно древнего моря до того уровня, где оно сейчас. 2133 метра над нынешним уровнем моря. Так что мы видим, когда смотрим на Гранд Каньон? Учитывая, что морские скалы теперь находятся в 2133 метрах над уровнем моря, встает вопрос, это море так быстро отступило или местность так быстро поднялась? После того, как прибрежные скалы оказались в море, образовавшем край Гранд Каньона, область должна была подняться? К тому моменту область Гранд Каньона находилась высоко над уровнем моря. Но тогда это была еще равнина. Каньона еще не было. Созданием каньона занялась другая сила природы. Эрозия. Пока местность поднималась, через равнину текла река, которая начала размывать скалы. Здесь у нас разноцветный слоеный пирог, который будет скальными образованиями на плато Колорадо в районе Гранд Каньона. А нож будет рекой. Теперь плато Колорадо поднимается, а река прорезает его вниз, создавая... создавая... Да, я создал каньон. 70 миллионов лет назад вода и талый снег стекали с кряжей мегалон на поверхность будущего плато Колорадо. И начали постепенно размывать эту местность. Рон Блэкки показывает, как вода может пробиваться через слои осадочных скал, образуя каньон. Когда я прорезаю отверстие на боку, сразу видно, как происходит эрозия отложений. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот перед вами эрозия. Когда я понижаю нижний уровень, отламывая кусок пластика, видно, как вода проходит через отложения и размывает их. Итак, если эрозия размывает скалы, то следующая часть загадки найти древнюю реку, которая создала каньон. Некоторые старых русел рек еще видны, но они порождают больше вопросов, чем ответов. Ричард Янг, профессор геологии в Государственном университете штата Нью-Йорк в Дженесио, пытается разгадать загадку старых русел рек с тех пор, как закончил колледж. Янг соединяет части головоломки в виде истории рек, исследуя форму и составляющие камней, найденных в руслах. Современная река Колорадо течет со скалистых гор на востоке до Калифорнийского залива на юго-западе. Но когда Янг исследовал древние каньоны, он обнаружил кое-что, что было непонятным. для студента, который только приступил к работе, это был шок. Ты стараешься верить тому, что тебе говорят профессора, но то, что ты видишь в полевых условиях, свидетельствует, что происходит что-то странное. Для нас это просто большие выложники, для геологов недостающее звено. Мы видим две вещи. Во-первых, какие они круглые, что может рассказать об их происхождении, а во-вторых, типы породы совершенно не похожи на здешний. Они прошли путь минимум в 160 километров, чтобы попасть сюда. Старые речные булыжники не присущи тому району, где их нашел Янг. Их принесло с расстояния примерно 160 километров с юго-запада от плато. Старая река должна быть принесла булыжники из центральной Аризоны, с северо-запада от плато. Расположение булыжников на дне русла говорит о направлении течения. Реки перемещают булыжники по дну русла. Они перекатываются, пока они попадают в такое положение, чтобы вода их обтекала. Это устойчивое положение, как у черепицы на крыше, и поэтому видно, какое направление течения было у реки. Потому как древние булыжники лежат друг на друге, видно, куда текла река. Это было основным доказательством того, что реки текли на северо-восток, в направлении, противоположном нынешнему. Но река текла не только в другом направлении. Она текла еще и в другой каньон, на 8 километров южнее западной части Большого каньона. Сейчас старое русло пустует. Что произошло? Глубоко в ядре земли мощные силы были готовы разбить вдребезги то место, которое потом станет большим каньоном. Около 20 миллионов лет назад океаническая плита начала двигаться на север относительно северо-американской плиты. Под кряжем Магалон к юго-западу от каньона нарастал жар. Кора земли растянулась. Более миллиона лет назад огромные площади земли деформировались, треснули и провалились. Кряж Магалон провалился на тысячи метров. В низине образовалась огромная чаша. Сегодня геологи называют ее областью структуры бассейнов и хребтов. Уэйн ранее объясняет все с помощью домино. Одно смещение начинает цепную реакцию и все блоки образуют наклон. Такую же наклонную поверхность вы можете видеть на краю плато Колорадо. Скальные слои, которые были однажды горизонтальными, теперь практически вертикальны. Эта область сначала наклонилась, а затем обрушилась. Древняя история считается по размещению каждой породы. Обвал полностью переделал топографию региона. Прежде, кряжи на юге выселись на сотни метров над плато Колорадо. После обрушения область бассейнов и хребтов опустилась почти на километр. Это была главная часть научной головоломки. Реки изменили течение, потому что весь ландшафт изменился. Когда произошло это смещение, целая область опустилась и стала ниже, чем плато Колорадо. По этой причине реки смогли изменить свой курс и течь в противоположном направлении, в сторону Калифорнии. Ученые считают, что разгадали загадку, почему реки обратились в пять, но они все еще в шести километрах от нынешнего каньона. Эти древние реки создавали каньоны, но не этот каньон и не такого масштаба. После обрушения сформировалась новая река, река Колорадо. И у нее было новое направление. Но когда и почему нужно было найти более ранние признаки этой реки? Ко всеобщему удивлению, разгадка нашлась вне Гранд-каньона. В нижнем течении реки Колорадо, в 160 километрах до того, как река впадает в Калифорнийский залив, ученые обнаружили крошечные ископаемые. Кристин МакДугл, геолог-исследователь из геологической службы США, изучала эти ископаемые. Они называются фораминиферы. Фораминиферы похожи на пыль. Это микроскопические морские моллюски. Фораминиферы мелового периода, которые мы нашли, напоминают три мячика для гольфа, соединенные вместе. Фораминиферы микроскопические. Сто штук могут поместиться на кристаллике соли. Но они могут рассказать, когда река начала размывать каньон. Фораминиферы не присущи району нижнего течения реки Колорадо. Их дом гораздо дальше, к северу. Единственным путем, каким их ископаемые могли оказаться в отложениях нижнего течения реки Колорадо, если река сама их перенесла. Изначально они находились в глинистом сланце мелового периода на плато Колорадо. К северу от Гранд Каньона. Их вымыло и пронесло по течению современной реки Колорадо, в районе которой они и остались. Датирование отложений, в которых были найдены ископаемые, помогло разгадать загадку. Отложения сформировались, когда река изменила курс на сегодняшний. Рассуждая геологическими категориями, все это произошло в мгновение ока. Эти ископаемые мелового периода говорят о том, что река Колорадо сменила курс по меньшей мере 4,5 миллиона лет назад. Это очень, очень впечатляющая находка. Доказательства говорят о том, что 4,5 миллиона лет назад река текла по ее нынешнему направлению с северо-востока на юго-запад. Ученые считают, что разгадали загадку возраст реки. Но ее решение принесло новые вопросы. Они знали, когда образовалась река, но они до сих пор не знали, как. Многие реки очень бурные у истоков. Они рвутся вниз по местности, размывая все на своем пути. Ниже по течению они становятся спокойнее. Вода движется медленнее, а русло шире. Но выше по течению у истока река увеличивает свое русло, потому что срывающаяся вода размывает больше скал. Она наступательно прокладывает свое русло. По одной теории, река Колорадо так и появилась. Такая наступательная эрозия обычно происходит, когда крутизна русла увеличивается. Это дает реке больше энергии, чтобы пробиться глубже в скалы. Чем круче угол, тем больше дождевой воды стекает в реку и тем быстрее она стекает со склона. Река размывает почву и камень на вершине и также может удлинить свое устье у истока. Могла ли наступательная эрозия стать механизмом, который заставил реку Колорадо протекать через плато? Мы выяснили, что плато Колорадо поднялось на полтора километра над уровнем океана 70 миллионов лет назад, образуя крутой уклон к нынешнему Калифорнийскому заливу. Это хорошее объяснение, но его можно оспорить. В современной реке Колорадо только 4,5 миллиона лет, а плато поднялось на 65 миллионов лет раньше. Возможно, был еще один более поздний подъем, который бы объяснил, как река пересекала плато. В поисках разгадок ученые обнаружили слой скал ниже по течению, в низине, названной вытянутым образованием. Этим скалам около 6 миллионов лет, и некоторые их части возвышаются почти на 600 метров над уровнем моря. Когда ученые пригляделись к ним внимательно и нашли в них морские ископаемые, они поняли, что обнаружили что-то выдающееся. мы нашли три ключевых ископаемых в вытянутом образовании. Первое планктон фораминифера, который плавает на поверхности воды. Второе разновидность под названием аммониты, это мелководные фораминиферы. И есть третий вид, который обитает гораздо глубже в океане. Ископаемые означают, что эти слои скал образовывались в морской воде. Доктора Ива Лучита эти ископаемые подводят к новой теории о том, что здесь произошло. Он считает, что когда Калифорнийский залив образовался, он тянулся на 160 километров дальше на север, чем сегодня. Мертвые морские организмы осели над ней и остались в белых осадочных образованиях, вроде вытянутого образования. Сегодня ископаемые находятся в сотнях метров над уровнем моря. Это и есть разгадка, которую он искал. Однажды, рассматривая сегодняшнее возвышение остатков вытянутого образования, я понял, что это образование и земля вокруг него были подняты примерно на 500 метров за последние 5 миллионов лет. Он считает, что эта область была поднята на сегодняшнюю высоту после того, как около 6 миллионов лет назад образовались эти ископаемые. А этот второй подъем создал идеальные условия для наступательной эрозии. Поднимая плато, вы увеличиваете крутизну угла реки до ее впадения в залив, таким образом позволяя ей проводить более быструю эрозию. Но проблема в том, что с этим не все согласны. Явное присутствие морских ископаемых на вытянутом формировании в 300 метрах над уровнем моря не является неопровержимым доказательством того, что эта область была поднята. Ведущий геолог Джон Спенсер из геологической службы Аризоны не убежден насчет теории второго подъема. Я не принял идею того, что Земля могла просто подниматься и опускаться. Я называю это прыжками тектоники, а я не верю в прыжки тектоники. Спенсер и его команда исследуют пробы скалы вытянутого формирования. Их особенно интересует уровень изотопов стронция. Изотопы стронция найдены в этих скалах это нестандартные атомы неразличимые для обычных микроскопов. Они встречаются в тяжелой и легкой форме. Обычно концентрация тяжелых и легких различается. Это зависит от происхождения воды. В речной воде концентрация изотопов стронция отличается от аналогичной концентрации в морской. В зависимости от концентрации ученые всегда могут определить образовалось ли отложение в пресной воде или же в морской. Диаграмма Спенсера концентрации изотопов в вытянутом образовании подтверждает его подозрение. Зеленые точки отражают концентрацию изотопов в морской воде. Синие демонстрируют пропорции обычные для речной. красные точки это его данные из вытянутого образования. Они говорят о пресной воде. Когда мы получили наши первые результаты моментально стало ясно что нет и следа морского образования ни в одном образце. Мы были немного удивлены и мы не ожидали что каждый из образцов окажется из речной воды. Эти результаты ставят под вопрос аргументы теории второго более недавнего образования. Если вытянутое образование никогда не находилось на дне моря то эта теория просто не может существовать. Наступательной эрозии реки Колорадо просто не могло произойти. Ученые должны придумать другую модель объясняющую как река могла размыть плато. Четырестами километрами западнее деревни Большого каньона есть сеть каньонов названная бассейном озером Манникс. Норман Мик профессор географии из Сан-Бернандо штат Калифорния полагает что эта местность может дать ответ на то как появился ее старший брат. Бассейн озера Манникс иногда называют большим каньоном реки Мохаве из-за впечатляющего ландшафта который изображен здесь. Миниатюрная модель Большого каньона. Край бассейна озера Манникс соединен с озером Сильверсода через каньон. Мик интересуется может ли формирование этого каньона пролить свет на формирование Большого каньона. Сперва он изучил склоны озера Манникс. Озеро Манникс это высохшее пустынное озеро. Оно простиралось на территории более 230 квадратных километров. Но много тысяч лет назад озеро исчезло. Мик хочет узнать когда и почему озеро пересохло. На краю озера Манникс он нашел отложение древней береговой линии старого в них он обнаружил пресноводные ракушки. Он отнес их в лабораторию радиоуглеродного анализа чтобы выяснить их возраст. Радиоуглерод изотоп который присутствует во всех живых существах. Его период полураспада почти 6000 лет что означает что после 6000 лет половина его изначального количества пропадает. Измеряя сколько радиоуглерода осталось в раковинах ученые могут определить их возраст. Миг обнаружил что эти ракообразные с бассейном Манникса жили примерно 19000 лет назад но после этого они вымерли в тот момент когда озеро Манникс пересохло. Когда он посмотрел на озеро Сильверсода он обнаружил что оно существовало примерно в то же время когда озеро Манникс пересохло. Могли ли эти два озера быть связаны? Миг предположил что каньон здесь мог быть вымыт посредством он предположил что около 19000 лет назад сильные дождь и летая снегов переполнили озеро пока вода не стала перетекать через край. Озеро заметно осушилось. Несколько тысяч лет оно пробивалось через скалу вымывало каньон а затем образовало озеро Сильверсода. Это все равно что пробить плотину. Много воды она размывает отложения и основные породы составляющие каньон и получается свободно текущая река. Ученые размышляли о том что если перетеканием можно объяснить формирование каньона в пустыне Мохаве можно ли аналогично объяснить как образовался Гранд Каньон в 400 километрах к востоку. Теперь им нужно было только найти озеро. Сегодня здесь нет озера но есть 100 метров отложений зеленого слоя останков древнего озера названного озером Бедаочи. этот зеленый слой подтверждает то что озеро Бедаочи существовало восточнее большого каньона в период между 16 и 6 миллионами лет назад. Более 10 миллионов лет озеро образовывало мелкозернистые отложения похожие на глину глину и песок смешанные с серым вулканическим пеплом. Отложения подтверждают существование озера но не объясняют как озеро переполнилось и вылилось в каньон. Джон Дуглас преподаватель географии из колледжа Парадайс Уэлли в Аризоне ищет эффективный метод проверить теорию. Он создал небольшую модель Гранд Каньона чтобы продемонстрировать как озеро должно было бы переполниться. 6 миллионов лет назад каньона еще не было но озеро Бедоочи было близко к переполнению. И озеро наполнялось наполнялось и наполнялось больше и больше пока наконец не стало перетекать через самую низкую точку через плато Кайбаб. Затем вода стала стекать по другой стороне. Водопады продолжили отступать все время вымывая Гранд Каньон. Дуглас предполагает что озеро Бедоочи пересохло и сформировало реку. Крутой угол русла заставлял поток врезаться все глубже в скалы. Со временем размер потока увеличивался из озера выливалось все больше и больше воды которая в свою очередь врезалась все глубже и глубже в скалы. Но не все геологи согласны. Они считают что никогда не существовало такого большого озера чтобы оно было способно вымыть Гранд Каньон. Так что сейчас до сих пор нет окончательного ответа как именно река могла образоваться. Все что мы знаем это то что когда она начала свое течение около 4,5 миллионов лет назад она прорезала шрам на земной поверхности глубиной более чем в полтора километра. Вымыть целый каньон за 5 миллионов лет это внушительное умение. Как смогла река Колорадо вымыть каньон? В Соединенных Штатах есть реки побольше которые не смогли создать такие глубины. Самая большая и самая длинная река в Северной Америке это не Колорадо а Миссисипи. Она протекает на протяжении 4 тысяч километров от своего истока в Миннесоте до Устья в Мексиканском заливе. Она несет воды в 10 раз больше чем река Колорадо. Но Миссисипи до сих пор не вымыла Гранд каньон. Несомненно объем воды это не единственный фактор. Что-то еще придало реке Колорадо ее огромную силу. Река Колорадо начинается в скалистых горах на высоте 2740 метров над уровнем моря. На своем пути она опускается на 3 метра каждые полтора километра своего течения. Миссисипи же в свою очередь начинается в Миннесоте в почти 450 метрах над уровнем моря и опускается менее чем на 50 сантиметров за километр. Несмотря на то, что Миссисипи несет в 10 раз больше воды, она менее размывающая, потому что у нее очень маленький угол наклона. Все реки стекают вниз. Это закон гравитации. Две реки могут нести одинаковое количество воды, но на каждый градус угла наклона более обрывистая река получает 1% увеличения силы. Мои данные говорят о том, что эта река и даже ее небольшие притоки имели достаточной силы, чтобы прорезать любую скалу, как масло. Скорость и глубина, конечно, зависят от скалы, по которой она течет. Твердые породы, вроде гранита, очень плотные, так что река прорезает узкий желоб. Мягкие породы, как глинистый сланец, гораздо легче поддаются размыванию, поэтому река может вымыть целый каньон. В случае мягких пород стены размываются и каньон увеличивается. Джоэл Педерсон, геоморфолог из Государственного университета Юте, пытается выяснить, как река размывает стены каньона. Информацию, которую мы собрали, мы относим к истории реки и тому, как река вела себя в прошлом. Кроме вымывания, она же останавливалась и оставляла отложения. Педерсон хочет выяснить, как быстро вымывался каньон. Он применяет технику, которая называется люминесцентная датировка. Он использует свет, чтобы определить возраст скал. Этот способ применяется и к отложениям, в которых присутствуют минералы, вроде кварца или полевого шпата, которые были скрыты в темноте. Отложения нарастали, постепенно скрывая их от солнца. Педерсон измеряет количество свечения, которое дает образец, когда его вытаскивают на свет. Этим методом можно датировать отложения возрастом от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч лет. Мы берем отложения, которые еще не видела света. Металлическая труба защищает его от солнца. Мы вытаскиваем трубу и везем ее в лабораторию. В лаборатории ученые подвергают образцы древних речных отложений воздействию световых волн определенной длины. Эта энергия побуждает к действию электроны в образце, который реагирует, выделяя свою энергию в форме света. И этот минутный сигнал измеряется. Чем сильнее ответ образца, тем дольше он находился в глубине без света. Это подскажет нам нужный момент во времени. Сколько лет назад река сформировала эти отложения, а затем похоронила их под другими, так что они не видели света. Когда Педерсон измерял размер борозд по всей длине реки, он обнаружил кое-что неожиданное. В 288 километрах ниже по течению глубина каньона меньше. Что-то изменило и уменьшило вымывающую силу реки. Могло ли случиться так, что река потеряла свою силу из-за изменений под землей? Это была волнующая загадка, решить которую ученые были бессильны. Три с половиной миллиона лет назад плато Колорадо рухнуло и создало глубокую трещину по всему каньону. Это был Торо-Уэппский разлом. Тектоническая активность медленно сжала угол наклона плато к западу. Чем меньше угол, тем слабее вымывающая сила реки, текущей по ней. Карл Карстром объяснит это с помощью буханки хлеба. Представьте, что хлеб, как куча скал, будет изрезан рекой и станет Гранд Каньон. И представьте, что нож это река Колорадо, которая со временем может размыть даже самые твердые скалы, образующие каньон. Но много раз земная кора ломается, что вызывает разломы. И если я буду вырезать каньон и в то же время буду двигать хлеб вниз, думаю, вы увидите, если я поверну вот так, с одной стороны каньон окажется довольно глубоким, а с другой гораздо мельче. У ученых свой ответ. Река оставалась такой же, но земля западнее от Туруэбского разлома опускается ниже и поэтому гасит вымывающую силу реки. Река Колорадо вымыла целый шедевр на каньоне. Но вода может не только разрушать скалы. Удивительно, но она еще и создает их. Ученые очень заинтересованы новыми скалами внутри каньона, которые до сих пор растут. Река Колорадо оказалась великим разрушителем. За последние 4,5 миллиона лет она вымыла 3335 кубических километров скалы. Она создала такое ущелье, что если сюда перенести всю речную воду мира, она заполнила бы каньон только на треть. Но река также может создавать скалы. В некоторых точках каньона ученые обнаружили новые скалы, которые формируются и сегодня. Лора Кросси, профессор университета Нью-Мехико, специалист по этим скалам, самым молодым в каньоне. Вся история Гранд-каньона это вымывание этого прекрасного места. Но есть процессы, такие как с белым известняком, которые провоцируют изменения. И внутри этого каньона формируются молодые скалы. Эти скалы из белого известняка особенны, потому что созданы водой, насыщенной двуокисью углерода. И образуются они непосредственно на дне каньона. Двуокись углерода выходит из земных глубин. Она просачивается на поверхность. в воде окисляя ее и давая ей силу растворять известняк. Двуокись углерода выходит из воды, образуя пузыри, как в газировке. Выходя, газ оставляет карбонат кальция, который покрывает объекты на своем пути. в некоторых местах он образует каменные водопады, в других покрывает палочки и веточки. Это лишь небольшие примеры покрытия карбонатом кальция, которое появляется на каждой веточке, палочке или камне, который лежит ниже по течению. Они собирают кучу отложений, которые потом медленно формируют скалу. Самые молодые скалы Гранд Каньона. Каждая капля в реке помогла формированию здешнего ландшафта. Но вода делает гораздо больше, чем просто размывает скалы и строит их. Без реки сегодняшним растениям и животным пришлось бы сильно побороться за свое выживание. И именно река привлекла сюда первых поселенцев. Когда предки Хуалапаев прибыли в Гранд Каньон более 700 лет назад, они считали реку Голорадо самым важным ресурсом в своей жизни. Так остается и сегодня. Река это все в нашей жизни. Для меня Каньон это что-то, за что наши предки боролись, чтобы удержать, потому что они понимали его важность. Мы хотим поддерживать его в первозданном виде, первоначальной красоте. Современные посетители Каньона очарованы так же, как и первые коренные американцы, прибывшие сюда несколько сотен лет назад. Это одно из природных чудес света. Памятник векам, которые создали колоссальные силы. Это началось 1,7 миллиарда лет назад. Горизонтальные слои отложений составляют высокие стены каньона. подъемы делают плато выше, а реки врезаются глубже в скалы. Сейчас климат сухой, ничего не потерялось, все на виду. Тяжело найти такой же впечатляющий каньон. Разве что в юго-восточном Тибете, на родине самого большого, самого длинного и глубокого каньона. Великого каньона Ярлунг-Цампо. Здесь климат другой и местность покрыта плотной зеленью. Ефрат очень большая река, протекающая через Ирак, где климат схож с тем, что в Аризоне. Но эта местность никогда не поднималась и не образовывала каньон. Гранд Каньон может быть не самым длинным каньоном в мире. Но силы, которые его создали и сделали таким уникальным, все еще усердно работают. Никто не сможет предсказать, сколько еще здесь будет подъемов. Но если река будет протекать тем же курсом, то у Гранд Каньона светлое будущее. Если вы думаете, что это грандиозно, то вы еще ничего не видели. Через миллион другой лет каньон может стать еще глубже, с такими же отвесными стенами. Гранд Гранд Плита начала сталкиваться с западным краем североамериканской. Океанические плиты толщиной в 50-100 километров находятся под водой. Они состоят из плотного базальта и начинают давить друг на друга. Континентальные плиты большей частью из гранита и они легче. Океанические плиты пододвигаются под ними, когда сталкиваются. Поэтому когда океаническая плита ударила более легкую североамериканскую, она начала двигаться под западное побережье Америки. Более 10 миллионов лет континентальная кора сжималась и уплотнялась. Пока океаническая плита уходила вниз, все западное побережье Америки медленно поднималось вверх. Пока земля поднималась, моря отступали, образуя сушу, которую мы можем видеть сегодня. столкновение опустило части верхнего края континентальной плиты. Внизу она расплавлялась и раскаленная пробивалась через кору. Так образовались скалистые горы на севере. На юге же хребет древнего кряжа Магаллон стал еще выше. Область которая сейчас называется плато Колорадо выросла более чем на километр поднимая дно древнего моря до того уровня где оно сейчас 2133 метра над нынешним уровнем моря. Так что мы видим когда смотрим на Гранд Каньон? Учитывая что морские скалы теперь находятся в 2133 метрах над уровнем моря встает вопрос это море так быстро отступило или местность так быстро поднялась после того как прибрежные скалы оказались в море образовавшем край Гранд Каньона область должна была подняться к тому моменту область Гранд Каньона находилась высоко над уровнем моря но тогда это была еще равнина каньона еще не было созданием каньона занялась другая сила природы эрозия пока местность поднималась через равнину текла река которая начала размывать скалы здесь у нас разноцветный слоеный пирог который будет скальными образованиями на плато Калорадо в районе Гранд Каньона а нож будет рекой теперь плато Калорадо поднимается а река прорезает его вниз создавая создавая да я создал каньон 70 миллионов лет назад вода и тавы снег стекали скряжем и галлон на поверхность будущего плато Калорадо и начали постепенно размываться это лишь небольшие примеры покрытия карбонатом кальция которое появляется на каждой веточке палочки или камня который лежит ниже по течению они собирают кучу отложений которые потом медленно формируют скалу самые молодые скалы Гранд Каньона каждая капля в реке помогла формированию здешнего ландшафта но вода делает гораздо больше чем просто размывает скалы и строит их без реки сегодняшним растениями животным пришлось бы сильно побороться за свое выживание и именно река привлекла сюда первых поселенцев когда предки Хуалапаев прибыли в Гранд Каньон более 700 лет назад они считали реку Колорадо самым важным ресурсом в своей жизни так остается и сегодня река это все в нашей жизни для меня Каньон это что-то за что наши предки боролись чтобы удержать потому что они понимали его важность мы хотим поддерживать его в первозданном виде первоначальной красоте современные посетители Каньона очарованы так же как и первые коренные американцы прибывшие сюда несколько сотен лет назад это одно из природных чудес света памятник векам которые создали колоссальные силы это началось 1,7 миллиарда лет назад горизонтальные слои отложений составляют высокие стены Каньона подъемы делают плато выше а реки врезаются глубже в скалы сейчас климат сухой ничего не потерялось все на виду тяжело найти такой же впечатляющий каньон разве что в юго-восточном Тибете на родине самого большого самого длинного и глубокого каньона великого каньона Ярлунг-Цампо здесь климат другой и местность покрыта плотной зеленью Ефрат очень большая река протекающая через Рак где климат схож с тем что в Аризоне но эта местность никогда не поднималась и не образовывала каньон Гранд каньон может быть не самым длинным каньоном в мире но силы которые его создали и сделали таким уникальным все еще усердно работают никто не сможет предсказать сколько еще здесь будет подъемов но если река будет протекать тем же курсом то у Гранд каньона светлое будущее если вы думаете что это грандиозно то вы еще ничего не видели через миллион другой лет каньон может стать еще глубже мы выяснили что плато Голорадо поднялось на полтора километра над уровнем океана 70 миллионов лет назад образуя крутой уклон к нынешнему Калифорнийскому заливу это хорошее объяснение но его можно оспорить в современной реке Голорадо только 4,5 миллиона лет а плато поднялось на 65 миллионов лет раньше возможно был еще один более поздний подъем который бы объяснил как река пересекала плато в поисках разгадок ученые обнаружили слой скал ниже по течению в низине названный вытянутым образованием этим скалом около 6 миллионов лет и некоторые их части возвышаются почти на 600 метров над уровнем моря когда ученые пригляделись к ним внимательно и нашли в них морские ископаемые они поняли что обнаружили что-то выдающееся мы нашли три ключевых ископаемых вытянутом образовании первое планктон фораминифера который плавает на поверхности воды второй разновидность под названием аммониты это мелководные фораминиферы и есть третий вид который обитает гораздо глубже в океане ископаемые означают что эти слои скал образовывались в морской воде доктора Ива Лучита эти ископаемые подводят к новой теории о том что здесь произошло он считает что когда Калифорнийский залив образовался он тянулся на 160 километров дальше на север чем сегодня мертвые морские организмы осели над ней и остались в белых осадочных образованиях вроде вытянутого образования сегодня ископаемые находятся в сотнях метров над уровнем моря это и есть разгадка которую он искал однажды рассматривая сегодняшнее возвышение остатков вытянутого образования я понял что это образование и земля вокруг него были подняты примерно на 500 метров за последние 5 миллионов лет он считает что эта область была поднята на сегодняшнюю высоту после того как около 6 миллионов лет назад образовались эти ископаемые а этот второй подъем создал идеальные условия для наступательной эрозии поднимая плато вы увеличиваете крутизну угла реки до ее впадения в залив таким образом позволяя ей проводить более быструю эрозию но проблема в том что с этим не все согласны явное присутствие морских ископаемых на вытянутом формировании в 300 метрах над уровнем моря не является неопровержимым доказательством того что эта область была поднята ведущий геолог Джон Спенсер из геологической службы Аризоны не убежден насчет теории второго подъема я не принял идею того что земля могла просто считают что разгадали загадку почему реки обратились в пять но они все еще в шести километрах от нынешнего каньона эти древние реки создавали каньоны но не этот каньон и не такого масштаба после обрушения сформировалась новая река река колорадо и у нее было новое направление но когда и почему нужно было найти более ранние признаки этой реки ко всеобщему удивлению разгадка нашлась вне гранд каньона в нижнем течении реки колорадо в 160 километрах до того как река впадает в калифорнийский залив ученые обнаружили крошечные ископаемые кристин макдугал геолог исследователь из геологической службы сша изучала эти ископаемые они называются фороминиферы фороминиферы похожи на пыль это микроскопические морские моллюски фороминиферы мелового периода которые мы нашли напоминают три мячика для гольфа соединенные вместе фороминиферы микроскопические сто штук могут поместиться на кристаллике соли но они могут рассказать когда река начала размывать каньон фороминиферы не присущи району нижнего течения реки колорадо их дом гораздо дальше к северу единственным путем каким их ископаемые могли оказаться в отложениях нижнего течения реки колорадо если река сама их перенесла изначально они находились в глинистом сланце мелового периода на плато колорадо к северу от гранд каньона их вымыло и пронесло по течению современной реки колорадо в районе которой они и остались датирование отложений в которых были найдены ископаемые помогло разгадать загадку отложения сформировались когда река изменила курс на сегодняшний рассуждая геологическими категориями все это произошло мгновение ока эти ископаемые мелового периода говорят о том что река колорадо сменила курс по меньшей мере 4,5 миллиона лет назад это очень очень впечатляющая находка догазательства говорят о том что 4,5 миллиона лет назад река текла по ее нынешнему направлению с северо-востока на юго-запад ученые считают что разгадали загадку возраста реки но ее решение принесло новые вопросы они знали когда образовалась река но они до сих пор не знали как многие реки очень бурные у истоков они рвутся вниз по местности размывая все на своем пути ниже по течению они становятся спокойнее твердые породы вроде гранита очень плотные так что река прорезает узкий желоб мягкие породы как блинистый сланец гораздо легче поддаются размыванию поэтому река может вымыть целый каньон в случае мягких пород стены размываются и каньон увеличивается Джоэл Педерсон геоморфолог из государственного университета Юте пытается выяснить как река размывает стены каньона информацию которую мы собрали мы относим к истории реки и тому как река вела себя в прошлом кроме вымывания она же останавливалась и оставляла отложения Педерсон хочет выяснить как быстро вымывался каньон он применяет технику которая называется люминесцентная датировка он использует свет чтобы определить возраст скал этот способ применяется к отложениям в которых присутствуют минералы вроде кварца или полевого шпата которые были скрыты в темноте отложения нарастали постепенно скрывая их от солнца Педерсон измеряет количество свечения которое дает образец когда его вытаскивают на свет этим методом можно датировать отложения возрастом от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч лет мы берем отложения которые еще не видела света металлическая труба защищает его от солнца мы вытаскиваем трубу и везем ее в лабораторию в лаборатории ученые подвергают образцы древних речных отложений воздействию световых волн определенной длины эта энергия побуждает к действию электроны в образце который реагирует выделяя свою энергию в форме света и этот минутный сигнал измеряется чем сильнее ответ образца тем дольше он находился в глубине без света это подскажет нам нужный момент во времени сколько лет назад река сформировала эти отложения а затем похоронила их под другими так что они не видели света когда Педерсон измерял размер борозд по всей длине реки он обнаружил кое-что неожиданное в 288 километрах ниже по течению глубина каньона меньше что-то изменило и уменьшило вымывающую силу реки могло ли случиться так что река потеряла свою силу из-за изменений под землей это была волнующая загадка решить которую ученые были бессильны 3,5 миллиона лет назад плато колорадо рухнуло и создало глубокую трещину по всему каньону это был торо уэбский разлом тектоническая активность медленно сжала угол наклона плато к западу чем меньше угол тем слабее гранд каньон это вымывание этого прекрасного места но есть процессы такие как с белым известняком которые провоцируют изменения и внутри этого каньона формируются молодые скалы эти скалы из белого известняка особенные потому что созданы водой насыщенной двуокисью углерода и образуются они непосредственно на дне каньона двуокисью двуокисью углерода выходят из земных глубин она просачивается на поверхность здесь она растворяется в воде окисляя ее и давая ей силу растворять известняк двуокисью углерода выходит из воды образуя пузыри как в газировке выходя газ оставляет карбонат кальция который покрывает объекты на своем пути в некоторых местах он образует каменные водопады в других покрывает палочки и веточки это лишь небольшие примеры покрытия карбонатом кальция которое появляется на каждой веточке палочки или камня который лежит ниже по течению они собирают кучу отложений которые потом медленно формируют скалу самые молодые скалы гранд-каньона каждая капля в реке помогла формированию здешнего ландшафта но вода делает гораздо больше чем просто размывает скалы и строит без реки сегодняшним растениями животным пришлось бы сильно побороться за свое выживание и именно река привлекла сюда первых поселенцев когда предки Хуалапаев прибыли в гранд-каньон более 700 лет назад они считали реку Колорадо самым важным ресурсом своей жизни так остается и сегодня река это все в нашей жизни для меня каньон это что-то за что наши предки боролись чтобы удержать потому что они понимали его важность мы хотим поддерживать его в первозданном виде первоначальной красоте современные посетители каньона очарованы так же как и первые коренные американцы прибывшие сюда несколько сотен лет назад это одно из природных чудес света памятник векам который создали колоссальные силы это началось 1,7 миллиарда лет назад горизонтальные слои отложений составляют высокие стены каньона подъемы делают плато выше а реки врезаются глубже в скалы сейчас климат сухой ничего не потерялось все на вид над нынешним уровнем моря так что мы видим когда смотрим на Гранд Каньон учитывая что морские скалы теперь находятся в 2133 метрах над уровнем моря встает вопрос это море так быстро отступило или местность так быстро поднялась после того как прибрежные скалы оказались в море образовавшем край Гранд Каньона область должна была подняться к тому моменту область Гранд Каньона находилась высоко над уровнем моря но тогда это была еще равнина каньона еще не было созданием каньона занялась другая сила природы эрозия пока местность поднималась через равнину текла река которая начала размывать скалы здесь у нас разноцветный слоеный пирог который будет скальными образованиями на плато Колорадо в районе Гранд Каньона а нож будет рекой теперь плато Колорадо поднимается а река прорезает его вниз создавая создавая да я создал каньон 70 миллионов лет назад вода и таллы снег стекали скряжем и галлон на поверхность будущего плато Колорадо и начали постепенно размывать эту местность Рон Блэкки показывает как вода может пробиваться через слои осадочных скал образуя каньон когда я прорезаю отверстие на боку сразу видно как происходит эрозия отложений давайте посмотрим как это происходит вот перед вами эрозия когда я понижаю нижний уровень отламывая кусок пластика видно как вода проходит через отложения и размывает их итак если эрозия размывает скалы то следующая часть загадки найти древнюю реку которая создала каньон некоторые старых русел рек еще видны но они порождают больше вопросов чем ответов ричард янг профессор геологии в государственном университете штата нью-йорк в дженесио пытается разгадать загадку старых русел рек с тех пор как закончил колледж янг соединяет части головоломки в виде истории рек исследуя форму и составляющие камней найденных в руслах современная река колорадо течет со скалистых гор на востоке до калифорнийского залива на юго-западе но когда янг исследовал древние каньоны он обнаружил кое-что что было непонятным для студента который только приступил к работе это был шок ты стараешься верить тому что тебе говорят профессора но то что пока не остались лишь эти на дне самый старый слой большого каньона поднимаясь по склону каньона мы продвигаемся вперед во времени каждый метр приближает нас к нынешнему времени и у каждого периода своя история в течение сотен миллионов лет земля непрерывно меняла форму глубинные процессы заставляли континенты разрываться сдвигаться и формировать новые глубокие впадины формируются в океанах уровень моря меняется и затапливает низины как минимум восемь отдельных морей образовались с тех пор как эрозия стерла горы вишну они простояли на земле несколько миллионов лет и отступили доказательства здесь примерно в семистах метрах над современной рекой колорадо и на более чем полтора километра ниже современного уровня моря это окаменелые раковины моллюсков живших здесь около ста миллионов лет назад море мелового периода тянулось от Канзаса на востоке до Невады на западе от Мексики на юге до Арктики на севере это было мелководное море которое покрывало большую часть континента морские существа опускались на дно и превращались в ископаемые в толстом слое серой грязи ученые называют его тропической сланцевой глиной Уэйн ранее очарован этим районом богатыми скопаемыми они помогают ему понять историю этой местности это раковина моллюска миллионы которых жили в этом мелководном море покрывавшем внутреннюю часть Северной Америки около 80-90 миллионов лет назад моллюски жили в этом древнем море не одни оно кишело жизнью акулы черепахи и аммониты тоже населяли его воды сегодня когда эрозия постепенно стирает слой скал появляются новые ископаемые в 2005 году примерно в 112 километрах от края каньона палеонтологи нашли хорошо сохранившийся скелет плезиазавра динозавроподобной рептилии питавшейся рыбой мечта дэвида джилетта стала реальностью он главный палеонтолог в музее флагстаффа в северной аризоне такому убежденному палеонтологу как я шанс найти скелет плезиазавра вроде того что мы нашли фланцевой глине выпадает раз в жизни плезиазавр который передо мной собран только наполовину я понял что это образование и земля вокруг него были подняты примерно на 500 метров за последние 5 миллионов лет он считает что эта область была поднята на сегодняшнюю высоту после того как около 6 миллионов лет назад образовались эти ископаемые а этот второй подъем создал идеальные условия для наступательной эрозии поднимая плато вы увеличиваете крутизну угла реки до ее впадения в залив таким образом позволяя ей проводить более быструю эрозию но проблема в том что с этим не все согласны явное присутствие морских ископаемых на вытянутом формировании в 300 метрах над уровнем моря не является неопровержимым доказательством того что эта область была поднята ведущий геолог Джон Спенсер из геологической службы Аризоны не убежден насчет теории второго подъема я не принял идею того что земля могла просто подниматься и опускаться я называю это прыжками тектоники а я не верю в прыжки тектоники Спенсер и его команда исследуют пробы скалы вытянутого формирования их особенно интересует уровень изотопов стронция изотопы стронция найденные в этих скалах это нестандартные атомы неразличимые для обычных микроскопов они встречаются в тяжелой легкой форме обычно концентрация тяжелых и легких различается это зависит от происхождения воды в речной воде концентрация изотопов стронция отличается от аналогичной концентрации в морской в зависимости от концентрации ученые всегда могут определить образовалось ли отложение в пресной воде или же в морской диаграмма спенсера концентрации изотопов в вытянутом образовании подтверждает его подозрение зеленые точки отражают концентрации изотопов в морской воде синие демонстрируют пропорции обычные для речной красные точки это его данные из вытянутого образования они говорят о пресной воде когда мы получили наши первые результаты моментально стало ясно что нет и следа морского образования ни в одном образце мы были немного удивлены мы не ожидали что каждый из образцов окажется из речной воды эти результаты ставят под вопрос аргументы теории второго более недавнего образования если вытянутое образование никогда не находилось на дне моря то эта теория просто не может существовать наступательной эрозии реки Голорадо просто не могло произойти ученые должны придумать другую модель объясняющую как река могла размыть плато 400 километрами западнее деревня большого каньона есть плато мы выяснили что плато Голорадо поднялось на полтора километра над уровнем океана 70 миллионов лет назад образуя крутой уклон к нынешнему калифорнийскому заливу это хорошее объяснение но его можно оспорить в современной реке Голорадо только 4,5 миллиона лет а плато поднялось на 65 миллионов лет раньше возможно был еще один более поздний подъем который бы объяснил как река пересекала плато в поисках разгадок ученые обнаружили слой скал ниже по течению в низине названный вытянутым образованием этим скалам около 6 миллионов лет и некоторые их части возвышаются почти на 600 метров над уровнем моря когда ученые пригляделись к ним внимательно и нашли в них морские ископаемые они поняли что обнаружили что-то выдающееся мы нашли три ключевых ископаемых вытянутом образовании первое планктон фораминифера который плавает на поверхности воды второй разновидность под названием аммониты это мелководные фораминиферы и есть третий вид который обитает гораздо глубже в океане ископаемые означают что эти слои скал образовывались в морской воде доктора Ива Лучита эти ископаемые подводят к новой теории о том что здесь произошло он считает что когда Калифорнийский залив образовался он тянулся на 160 километров дальше на север чем сегодня мертвые морские организмы осели над ней и остались в белых осадочных образованиях вроде вытянутого образования сегодня ископаемые находятся в сотнях метров над уровнем моря это и есть разгадка которую он искал однажды рассматривая сегодняшнее возвышение остатков вытянутого образования я понял что это образование и земля вокруг него были подняты примерно на 500 метров за последние 5 миллионов лет он считает что эта область была поднята на сегодняшнюю высоту после того как около 6 миллионов лет назад образовались эти ископаемые а этот второй подъем создал идеальные условия для наступательной эрозии поднимая плато вы увеличиваете крутизну угла реки до ее впадения в залив таким образом позволяя ей проводить более быструю эрозию но проблема в том что с этим не все согласны явное присутствие морских ископаемых на вытянутом формировании в 300 метрах над уровнем моря не является неопровержимым доказательством того что эта область была поднята ведущий геолог Джон Спенсер из геологической службы Аризоны не убежден насчет теории второго подъема я не принял идею того что я сказал что возможно лишь две трети Северной Америки сформировались к тому моменту горы Вишну тянулись по совсем другой местности юга Северной Америки такого каким мы знаем его сейчас просто не существовало горы выселись прямо из океана вдоль древнего побережья Впоследствии они стали частью североамериканского континента и сформировали основные скалы большого каньона Я думаю это было похоже на поезд потерпевший крушение где каждая из этих цепочек островов была сдвинута к берегу острова на которых были солидные горы почти такой же высоты как на Алиутских островах на глубине 11 километров ниже вершин гор на этих островах камни получали характерные примеси кальция но горы над ними простояли недолго через примерно 500 миллионов лет эрозия стирала их пока не остались лишь эти на дне самый старый слой большого каньона поднимаясь по склону каньона мы продвигаемся вперед во времени каждый метр приближает нас к нынешнему времени и у каждого периода своя история в течение сотен миллионов лет земля непрерывно меняла форму глубинные процессы заставляли континенты разрываться сдвигаться и формировать новые глубокие впадины формируются в океанах уровень моря меняется и затапливает низины как минимум восемь отдельных морей образовались с тех пор как эрозия стерла горы вишну они простояли на земле несколько миллионов лет и отступили доказательства здесь примерно в семистах метрах над современной рекой колорадо и на более чем полтора километра ниже современного уровня моря это окаменелые раковины моллюсков живших здесь около ста миллионов лет назад море мелового периода тянулось от Канзаса на востоке до Невады на западе от Мексики на юге до Арктики на севере это было мелководное море которое покрывало большую часть континента морские существа опускались на дно и превращались в ископаемые в толстом слое серой грязи ученые называют его тропической сланцевой глиной Уэйн ранее очарован этим районом богатыми ископаемыми 4 4 Продолжение следует...